Привет, друзья! Сергей Пугачёв. В прошлом известный российский бизнесмен, политик и общественный деятель – крупный инвестор. Он оказался в центре крупного финансового скандала, вследствие чего покинул Россию. В 90-х Сергей Пугачёв был одним из совладельцев Межпромбанка и входил в число самых успешных российских бизнесменов. Однако, финансовое благополучие Сергея Пугачёва было достигнуто не самым честным путём, а точнее, вообще нечестным. Сегодня Пугачёв живёт во Франции и судится с российской стороной. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живёт Сергей Пугачёв, биография и интересные факты Остапа Бендера современности. Родился Сергей Пугачёв 4 февраля 1963 года в Костроме в семье военного. Оба деда и отец Сергея были офицерами. Дед по отцовской линии Пугачёв Фёдор Кузьмич, офицер царской армии, участник Первой мировой войны. Офицер штаба 4-го Несвежского гренадёрского полка генерал-фельдмаршала князя Барклайды Толли в советское время занимал командные должности в Красной армии. С июля 1918 года командир 1-й Донской советской пехотной дивизии руководил боями против войск генерала Краснова на северном участке Царицынского фронта. Тридцатые годы был репрессирован. 19 ноября 1941 года назначен командиром 22-й отдельной стрелковой бригады в составе 2-й ударной армии Волховского фронта. Погиб 25 июня 1942 года в районе станции Мясной бур. Дед по материнской линии занимал командные должности в РККА. Комиссар 60-го гвардейского полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 9 сентября 1942 года. Отец Пугачёв Виктор Фёдорович, кавалер ордена Красной звезды. Занимал командные должности в воздушно-десантных войсках. С 1973 года первый командир 21-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Закончил службу в должности замначальника кафедры общей тактики и оперативного искусства военной академии. Умер в 2010 году во Франции. Согласно официальным данным, Сергей окончил мореходное училище, затем получил дипломы Ленинградского университета и Института методологии в Москве. Но в некоторых журналистских расследованиях приводится компрометирующая информация о том, что на самом деле у Пугачёва нет высшего образования. Он предпочитает это не комментировать. Но по логике, видимо, журналисты не врут. Если бы было образование, то и скрывать было бы нечего. Пугачёв начал заниматься бизнесом в середине 80-х, открыл сразу несколько кооперативов, среди которых строительная компания, мебельная фабрика, завод по изготовлению жигулей. В итоге у предпринимателя накопилось достаточно денег, которые он решил вложить в банковскую сферу. В 1991 году в Санкт-Петербурге Сергей Викторович основал Северный торговый банк, специализировавшийся на инвестициях. Вскоре бизнесмен решил расширять сферу влияния и открыл филиал СТБ в Москве. На его базе был создан Международный промышленный банк, ставший основным проектом знаменитости. Он оставил Северный банк партнёром, но предприятие вскоре разорилось. В 1990 году Пугачёв работал в одном из отделений стройбанка СССР. С 1991 по 1994 проживал в США. Также в 90-е входил в узкий круг первого президента России Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В 1991 Пугачёв возглавлял совет директоров компании Межпромбанк. Через несколько лет именно этому банку было поручено управление финансовыми делами российского президента. В 1995 Пугачёв решил испытать свои силы ещё и в политике. Он принял участие в выборах в Думу, но партии Шахрая, представителем которой он являлся, не удалось набрать нужного числа голосов. В июне 1996 года был награждён благодарностью президента Российской Федерации Бориса Ельцина за большой вклад в становление российской демократии, участие в подготовке и проведении кампаний всенародных выборов президента Российской Федерации 1996 года. Пугачёв долгое время входил в рейтинг топ-5 главных лоббистов России, наравне с руководителем администрации президента России, руководителем Центрального банка России. По его же словам, он в 1999 году был одним из тех, кто привёл к власти Владимира Путина, с которым поддерживал дружеские отношения с начала 90-х, но мне лично в это совсем не верится. Больше можно сравнить Пугачёва со Стапом Бендером XXI века. С 1999-2000 года он являлся одним из руководителей предвыборного штаба Владимира Владимировича. С начала 2000-х годов входил в состав Российско-Французской правительственной комиссии. В 2000-м Пугачёв был выбран членом правления Союза российских промышленников и предпринимателей. Через год Сергей Пугачёв был втянут в скандал, имевший отношение к телевизионному каналу НТВ. Говорят, что он приложил руку к смене редакционного начальства этого телеканала и к увольнению его сотрудников. Вскоре он стал членом Совета Федерации. В 2002-м Сергей Пугачёв вышел из Совета директоров Межпромбанка, а его должность занял Сергей Веремеенко. Как стало известно позднее, невзирая на то, что Сергей Пугачёв покинул правление банка, его семья осталась главным владельцем этого финансового учреждения, ей принадлежало 72% акций. Также в 2002-м году Сергей Пугачёв приобрёл акции ОАО «Северная верфь» крупнейшего судостроительного завода. Ему удалось восстановить простаивающие предприятия, получить заказы на создание военных кораблей. Позднее в числе активов оказались ОАО «Балтийский завод» и КБ «Айсберг». Дальше он передал всё государству. В 2006-м году бизнесмен стал совладельцем французского телеканала «Люкс ТВ». В 2007-м году Пугачёв приобрёл известный французский бокалейный дом «Эдиар». В 2008-м году предприниматель купил у племянника английской королевы Елизаветы II лорда Дэвида Линли половину компании Линли, специализирующейся на дизайне яхт, интерьеров и мебели. В августе 2009 года стало известно о покупке Пугачёвым американской фармацевтической компании BioPure Corporation. 4 января 2011 года досрочно смещён с должности указом президента Тувы. Основанием для этого стало то, что сенатор откровенно пренебрегал обязанностями представителя Тувы и не оказывал республике никакой поддержки. В июне 2011 года Пугачёв продал свой самый крупный актив – 100% акций Енисейской промышленной компании, которая владела лицензией на разработку Элегесского угольного месторождения. Сумма сделки составила более 2 миллиардов долларов. 26 декабря 2013 года Сергей Пугачёв объявлен в розыск Следственным комитетом России по делу Межпромбанка. Расследованием последующего развития событий в Межпромбанке сегодня занимаются следственные органы. Средства массовой информации выяснили, что эта финансовая организация занималась выдачей кредитов подставным организациям, из-за чего в 2011 году его руководству пришлось сделать заявление о его банкротстве. Вся база данных этого банка оказалась уничтожена, поэтому сотрудники Следственного комитета России заподозрили неладное и приступили к расследованию данного дела. В скором времени стало известно, что Пугачёв еще в 2009 году получил гражданство Франции, а в 2012 отказался от гражданства России. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. До 2014 года были экспроприированы все финансовые активы Пугачёва в России. После этого бывший банкир, который был недоволен таким оборотом дела, подал ответный иск. В нем он выдвинул обвинение против российской стороны в угрозах и вымогательстве. Вскоре после этого Сергей Пугачёв был объявлен уже в международный розыск. На тот момент он проживал в Лондоне, поэтому представители Российской Федерации попросили лондонских чиновников оказать им посильное содействие в расследовании финансового преступления. После того, как все нюансы данного дела были изучены, средства Пугачёва, размещенные на территории Великобритании, также были заморожены. Нарушив решение лондонского суда, Пугачёв в 2015-м покинул территорию Великобритании и бежал во Францию. Там он составил свой очередной иск к России по поводу экспроприации финансовых средств и политического преследования. За неуважение к суду Лондона Пугачёв был осужден на два года лишения свободы. В России банкир был признан виновным по делу Межпромбанка. По этому делу он был привлечен к субсидиарной ответственности. Кстати, удивительно, что он из Лондона не бежал на Украину. В 2017 году произошло изменение в ситуации с Межпромбанком. Лондонский суд признал бизнесмена бенефициаром новозеландских трастов. Согласно данному решению, те средства, которые Пугачёв вывел из России и заявил как трасты на своё имя, теперь могут быть официально взысканы из его личных денежных средств. Тогда специалисты подчеркивали, что данное решение могло быть обжаловано предпринимателям. Кроме того, новозеландские трасты, жизнь которых находилась под вопросом, могли быть оспорены исключительно с привлечением представителей суда Новой Зеландии. Тем не менее, Верховным судом было подтверждено взыскание с бизнесмена суммы в размере 75 миллиардов 600 миллионов рублей. Из опубликованного определения Верховного суда России следует, что судебные органы отклонили касационную жалобу предпринимателя, который просил передать дело в судебную коллегию по спорам экономического плана для дальнейшего разбирательства. Пугачёв имеет возможность оспорить данное решение, но пока что он воздерживается от каких-либо интервью и комментариев на эту тему. Теперь о личном. Официальная жена Сергея Галина родила ему двух сыновей, Виктора и Александра. В 2009 году у Пугачёва начался роман с гражданкой Великобритании Александрой Толстой, дочерью британского историка и политика Николая Толстого. Однако свои отношения они официально не узаконили, поскольку со своей первой супругой Сергей так и не развёлся. Сегодня Сергей Пугачёв является дедушкой пятерых внуков. А недавно он дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказывал об отношениях с Владимиром Путиным и о том, что его ждёт в России. А как вы относитесь к очередному сбежавшему и обиженному на власть человеку? Оставляйте ответы в комментариях. Интересные факты. В 1996 году Пугачёв был одним из участников предвыборной кампании Бориса Ельцина. На эту тему был снят фильм «Проект Ельцин», где снялись Джефф Голдблюм и Лев Шрайбер. В 90-е Сергея Пугачёва называли православным олигархом за то, что он оказывал благотворительную деятельность во благо церквей и монастырей. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!